Компания Ивека, что ещё весной прекратила поставки готовых грузовиков российским клиентам, теперь вышла из состава участников совместного предприятия Ивека-АНТ. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на главу итальянского автопроизводителя. При этом итальянцы были одними из первых производителей грузовиков, кто решился на локальную российскую сборку. Ведь СП Ивека Уралас, участниками которого поначалу числились Ивека Газпром и Автозавод Урал, было основано в 1994 году. Начинали здесь с простеньких капотных самосвалов, преемников легендарных бамовских Магирусов. Но затем в производстве освоили и более современные машины. К слову, из состава фирмы последовательно вышли Газпром и Автозавод Урал. И с 2009 года бывшая СП Ивека Уралас называется Ивека АНТ. В итоге уральские Ивека на первый взгляд стали сильно напоминать европейские, так как большая часть компонентов поставлялась непосредственно из Европы. Это двигатели, заготовки для сварки кабин и многое другое. Однако рамы и кузова миаски завод варил своими силами. Более того, на предприятии наловчились ставить венгерские и немецкие мосты вместо итальянских. Плюс провели некоторую локализацию. На выходе получались очень интересные автомобили, заточенные под суровые условия эксплуатации. При этом техника, выпущенная Ивека АНТ, стоила дорого, но для заказчика оказывалось дешевле чистокровных европейцев. Завод, рассчитанный на 5000 автомобилей ежегодно, в этом году планировал собрать 500-600 машин. И главным плюсом был индивидуальный подход. Например, сама Ивека ни за какие деньги не ставила мощнейшие мосты немецкой марки «Кеслер» от армейских грузовиков. А в Миассе этим занимались на регулярной основе. Однако теперь заводу предстоит начать новую главу. Как уточняет Рейтер, 33-процентная доля европейцев, а точнее управляющей брендом Ивека голландской компании CNH Industrial, была передана второму участнику бывшего СП — частной компании АНТ, которой до сих пор принадлежали две трети завода. Решение принято. Мы передали свою долю нашему бывшему местному партнёру. После многолетнего сотрудничества передача активов займёт некоторое время. При этом, отвечая на вопрос о финансовых условиях, господин Маркс ответил, что дело здесь совершенно не в финансах. То есть, похоже, что сделка была совершена за условный 1 рубль. Правда, российской стороне от этого не легче. Теоретически, в Миассе могут пойти по проторённой дорожке — наладить выпуск узкоспециализированных машин. Но теперь — на базе моделей из дружественных стран. Например, из Китая, Ирана или Турции. Но поиск подходящего партнёра займёт время.